Необходимо, чтобы он знал наизусть номера телефонов мамы, папы, экстренных служб, в случае чего он должен знать свой точный адрес. Необходимо номера телефонов выписать в какое-то определенное место и в игровой форме с ребенком обязательно заучить для того, чтобы он всегда мог знать и научить его тому, чтобы он не боялся просить помощи у незнакомых людей в случае какой-то экстренной ситуации, если вы не можете быть рядом с ребенком. Перед самостоятельным походом вашего ребенка в школу необходимо разработать с ним какой-то маршрут, к которому он будет добираться. Этот маршрут должен быть максимально людным, обходя какие-либо недостроенные здания, там, где могут присутствовать маргинальные личности, дабы оградить ребенка от их влияния. Ни в коем случае нельзя вступать в какой-либо диалог, отвечать взаимностью на какие-либо их просьбы, нужно идти дальше своей дорогой и, по возможности, у ребенка должен быть уже мобильный телефон для того, чтобы он в любой момент мог связаться с вами по телефону. Взрослый всегда должен знать, где, с кем находится ребенок в данный промежуток времени. Это вот непосредственная ваша задача. Не у каждого прохожего можно попросить помощи. Научите ребенка распознавать людей в форме полиции, в форме МЧС, чтобы он понимал, что к этим людям можно обратиться за помощью в любой момент. Ребенок может просто зайти в магазин, в аптеку и обратиться либо к продавцу, либо к работнику торгового зала для того, чтобы ему оказали какую-либо помощь. Обязательно донесите своему ребенку, что такое добро и зло. И какие-то злые люди иногда в реальной жизни имеют облик обычного миловидного человека, который с первого взгляда может им показаться достаточно добродушным, втереться в доверие и не вызывать никаких плохих ощущений, касаемо того, что он может причинить ребенку. Люди бывают разные, и не стоит вступать ни с кем в контакт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...